Рубль торгуется в районе 58-58. В любом случае рубль значительно окреп. Насколько выгодно это российским и региональным компаниям, выясняем сегодня в программе «Взгляд». Я Кирилл Кукош, здравствуйте. И мои собеседники сегодня. Эксперт в области промышленности и торговли Искандер Махмудов и директор по инновациям НИИ «Салитон» Роберт Бахтеев. Здравствуйте. Вам и нашим зрителям напомню, что программу «Взгляд» можно не только смотреть на телеканале РБК УФА, ее можно также слушать на радиостанции наших партнеров «Бизнес-ФМ» УФА-107.5. Искандер, вам вопрос первый. Курс рубля значительно влияет в первую очередь на экспорта ориентированной компании. И вот насколько сегодня они заинтересованы, чтобы рубль укреплялся, и сколько таких компаний у нас в республике? Ну, участников внешнеэкономической деятельности в республике не так много. Это порядка 100 достаточно крупных предприятий, а всего количество субъектов, которые осуществляют внешнюю торговлю, не превышает 500-600 предприятий за отчетный период. Многие из них занимаются импортом. Наиболее крупные компании, конечно, ориентированы на экспорт. И для них курс рубля к мировым валютам, им проще будет планировать свою деятельность, если он будет стабильным. При этом стабильность, она дается определенную цену имеет. И если их расходы рублевые перечислять в валюту, в которой они торгуют свои продукции, то это может негативно сказаться на объемах их продукции, которая поставляется именно на экспорт. Но, с другой стороны, им, может быть, становится интересно уже торговать внутри страны. Если говорить уже по отраслям, каким отраслям выгоден крепкий рубль? И вы говорите, рубль должен быть на стабильный курс рубля. Стабильно высокий, либо стабильно низкий? Вот здесь такой важный момент. Понятно, что если покупаем за доллары, ввозим за доллары, доход и маржа становится меньше. Для предприятий топливно-энергетического комплекса, который у нас представляет основу республиканского экспорта, для них, конечно, это большую роль играет, чем для предприятий легкой промышленности. С другой стороны, остальные сектора, они зависят, например, от импорта комплектующих. И, соответственно, этот импорт, который им приходится покупать за валюту, которую они приобретают у нас на межбанковском рынке, она обходится им дороже, эта продукция. Соответственно, топливно-энергетический комплекс будет выигрывать от более низкого курса рубля. Предприятие, которое зависит от импортных комплектующих, им более выгоден сильный рубль. Здесь возможно небольшое лобби на уровне энергетических компаний, чтобы курс укреплялся. Нет такого влияния, и Центробанк, как ему вздумается, то понижает, то повышает курс и не ориентируется. Возможно ли лоббирование здесь интересов? В принципе, у нас Центробанк должен вести независимую политику от федерального правительства. Но за последние несколько лет мы видим, что их действия скоординированы. Они были с 2014 года направлены на то, чтобы снизить напряженность на валютном рынке, чтобы повлиять на курс рубля. Были значительные валютные вливания со стороны Центробанка России, чтобы поддержать рубль. Чтобы не допустить резкой дефляции или резкой инфляции. Я думаю, что Центробанк с этим вполне успешно справляется. Часть предприятий, естественно, наиболее крупнейших, они, опять-таки, повторюсь, заинтересованы в более слабом курсе рубля по отношению к доллару или евро. А более предприятие нацелено на импорт и производство чего-то. Давайте как раз у предприятия спросим. Роберт, вас пугает укрепление рубля? И как вообще курс влияет на вашу компанию? Закупаете ли вы, опять же, комплектующие за границей и продаете ли за рубеж? Ну, мы, как бы специфика наше предприятие, это как раз электроника. И электроника, к сожалению, может быть, скажем, сожалению, да, что она практически полностью производится за границей. Ну, мы относимся философски к этому вопросу. Все-таки, ну, торгует Китай, как бы, комплектующим, ну, ладно. Поэтому для нас, конечно, очень важно, чтобы низкий был курс рубля, потому что сильно крепкий, там, если будет высокий курс, то опять это будет отражаться на конечном потребителе, потому что мы практически стопроцентно комплектующие мы закупаем за пределами нашей страны. И это очень, конечно, важно наших бизнес-планах, потому что если мы бизнес-план на прошлом году писали, там, 65 рублей и, соответственно, как бы выходили на рынок уже исходя из этой стоимости, сегодня мы вот сейчас вот пересматриваем, хотя, опять же, мы каждым разом, каждым днем смотрим, не будет ли резкого скачка, там, ФРС, что объявит, что делает. Поэтому мы пока особо не пересмотрели наши бизнес-планы, но если будет дальнейшая, как бы, позиция на 59 рублях, там, или чуть ниже, то это положительно отразительно. За рубеж вы отправляете уже ваши образцы или пока все в планах? Ну, мы в планах его за рубеж отправляем, потому что, как бы, мы вот конкретно вот сейчас, чем мы занимаемся, мы занимаемся автоматизацией, роботизацией. То есть наше направление деятельности, это не охватывает только Российскую Федерацию, это, как минимум, это ближайшее окружение Казахстана, вот завтра с Узбекистаном встречаемся. Вот я смотрю, вы принесли с собой вещицу, интересно, что это такое? Это вот уникальная вещь, это, можно сказать, переход от Nokia к iPhone, там, смартфону, да, это контрольно-кассовая техника нового образца, потому что сейчас, как известно, меняется вся контрольно-кассовая техника, она представляет собой три в одном. Это, во-первых, контрольно-кассовая техника согласно 54 ФЗ, во-вторых, это банковский терминал, который принимает все виды карт, в том числе и бесконтактные платежи принимает, и третье, это самое главное, это автоматизация торговли. Вот здесь 100% иностранная начинка, только собрана у нас. Ну, мозги наши. Мозги наши. Искандер, вот вам вопрос, по данным портала retail.ru промышленная продукция российских предприятий просела в спросе у неостранных покупателей, и значительно просела в районе 15-20%, если правильно помню цифры. Вот для вас это связано с укреплением национальной валюты, и вот по многим оценкам говорят, что слабый рубль выгоден сельхозпроизводителям, что они экспортируют. В два раза увеличили экспорт продукции за рубеж, но если сравнивать по ценам, опять сельхозпроизводители вышли в ноль, можно так сказать. Вот для вас связано это укрепление нашей национальной валюты со снижением спроса на нашу промышленную продукцию? Есть ряд факторов, которые поддерживают спрос на нашу продукцию. Во-первых, все чаще республиканские предприятия встраиваются в международное разделение труда. Я считаю, такое устройство высокотехнологичное, которое произведено, возможно, из импортных комплектующих, но в мозге добавленная стоимость наша, российская, родом. Еще еще добавлю, здесь вот принтер это Япония, процессоры это США, то есть здесь полная комплимация идет. И все чаще наши предприятия участвуют в кооперации международной со множеством стран. Плюс у нас появилась новая площадка для расширения географии быта, это единое экономическое пространство. И то, что НИИС и Литон смотрят на ближайших соседей по экономическому пространству, такие как Казахстан, например, или Республика, возможно, Армения, Кыргызстан. Это все потенциальные рынки сбыта и для российской продукции, и в частности для республиканской. Если она имеет хорошие характеристики и пользуется спросом. А пользуется спросом? Есть уже кто хочет покупать у нас из заграничных наших товарищей? Понимаете, дело в том, что если брать именно конкретно эту вещь, это революционная вещь, это переход определенной фазы. То есть он на андроиде построен, самое главное. Ну, я к чему веду? Будут покупать? Какова стоимость розничное устройство? И не легче ли закупать у тех же самых китайцев, как у нас все привыкли? Не, не легче. Во-первых, мы его довели до того состояния, которое он необходим на рынке на сегодняшний день российской федерации, ближнего зарубежья, ну и в принципе Европы. Сколько стоит? 29 тысяч в рублях. А если сравнить с конкурентами? Нету конкурентов в чистом виде вообще. Отлично, совершенно новая вещь. Вернемся к курсу рубля. Послушаем мнение руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Натальи Орловой. Вот что она сказала. Безусловно, ослабление курса, оно создает для производителей ценовую конкурентную способность. Но, значит, проблема заключается в том, что у нас в 2014 году произошла не просто девальвация, а мы перешли в новый режим формирования валютного курса. У нас сейчас мы находимся в условиях плавающего валютного курса. Значит, на данный момент фундаментально обоснованное значение курса рубля к доллару, оно находится где-то в интервале 60-65 рублей к доллару. Вот при текущих ценах на нефть, которые около 55 долларов за баррель. Но, значит, как мы видим за последние годы, фактическое значение рыночного курса, оно очень сильно отклоняется. Я напомню, что в 2015 году у нас там курс доходил, так сказать, и до гораздо более низких значений. В начале 2016 года почти до 80 рублей к доллару мы доходили. Как бы в конце 2014 тоже там сильно падали до этих уровней. Вот потом сейчас мы видим укрепление. То есть режим плавающего курса подразумевает, что валютный курс может значительно колебаться вокруг вот этих своих фундаментально обоснованных значений. Поэтому это важно, потому что это означает, что режим плавающего курса, он не гарантирует производителям какой-то, так сказать, какой-то стабильный новый уровень валютного курса, на который они могут ориентироваться в своих экспортных стратегиях. Поэтому, значит, в этом смысле, к сожалению, я считаю, что все равно производители, они должны делать ставку больше на повышение внутренней производительности. У нас за последние годы рост производительности темп очень низкий. И в периоды, когда производительность растет, составляли приблизительно порядка 1% в год. Значит, было несколько лет, вот 14-15, когда было снижение производительности. Поэтому, значит, в конечном счете все-таки не нужно считать, что валютный курс – это вот какая-то панацея, которая решает все проблемы производителя. То есть ослабление валютного курса разу может открыть для производителя какие-то возможности, но удерживать эти возможности очень сложно, особенно в условиях плавающего валютного курса. Роберт, ну, собственно, вам вопрос. 14-15 год, когда рубль падал на вашей компании, как это отразилось и как отразилось его укрепление, собственно, в начале этого года? Если рассматривать динамику. Да. Ну, как я уже отмечал, самая основная проблема, когда вот этот плавающий курс, мы не можем правильно и точно спрогнозировать наш бюджет. Мы не можем правильно спрогнозировать наши продажи. Мы потому что закупки не можем правильно спрогнозировать. И вот это по меньшей мере нервирует нас. По меньшей мере. Ну, вот если говорить о цифрах, когда рубль резко упал, насколько упали финансовые показатели компании? Хотя бы ориентировочно. Ну, скажем так, вот мы, вот это гражданское направление, гражданское направление мы в 2014-2015 году еще не производили. Поэтому мы не можем точно ответить на эти цифры. Но если смотреть начало 2017 года, есть какая-то динамика? Ну, начало 2017 года мы смотрим более как бы... Вы только начали это все производить. Мы начали производить, и мы вот сейчас, как бы вот мы вчера, например, отправляли деньги, да, то есть, да, мы быстрее отправили, вдруг ФРС там поднимет, и вдруг опять подскочит сегодня, там, мы быстро... Поэтому мы стараемся угодить вот в эту рамки, чтобы вот попасть правильно. Ну, бывает, вот, например, мы взяли один раз кредит, и... А курс упал, был, как бы, возвращать кредит надо было, как бы, соответственно... Ну, то есть, покупали доллары, мы их не использовали, доллары продали, мы потеряли определенные цифры там. Ну, как бы, плавающий курс на нас отражается плохо. Если говорить о цифрах, вас какой курс устроит? Вот по опросу Института экономической политики промышленников, промышленников устроил бы курс 54 рубля за доллар. Некоторые из респондентов отмечают, что в производстве велика доля импортной составляющей, как вот вы и говорили, многолетние попытки заменить ее отечественные не увенчались успехом. Ну, вот, такие заявления расходятся с мнением чиновников, опять же, которые, вот, Силуанов, в свою очередь, говорит, что курс 60 рублей за доллар, хорош для нашей промышленности, а дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Вот, какие значения вы ждете от нашего... Да, давайте вернемся конкретно, например, если мы говорим об этом приборе и переходим на контрольно-кассовую машину нового образца. То есть, если будет высокий курс, стоимость контрольно-кассовой техники, которая вынуждена купить практически 4 миллиона пользователей в течение полутора лет, да, это отразится на них и, соответственно, отразится на потребителей. Вам выгодно, чем ниже курс, тем лучше? Нам, да. Я не понимаю, Искандир Азатович. Ну, я думаю, что российская промышленность будет работать и при 30 рублях за доллар, и при 70 рублях за доллар. Возможно, какие-то отрасли будут лихорадить, и самое главное, чтобы изменение курса происходило плавно. Это важно, в первую очередь, с точки зрения долгосрочного планирования, когда компании вынуждены запланировать свои кредитные ресурсы, свои планы развития гражданского направления или другого направления. Поэтому выгодно, чтобы это был стабильный курс, а на каком уровне он будет стабильный, это уже отдельный разгар. Когда грянул кризис, наши компании российские все громко кричали, им дали карт-бланш, так скажем, все говорили импортозамещение, импортозамещение. Вот это точечный, единичный пример, вот такое производство, открытие такого производства. Вот вы что наблюдаете у нас в республике? Заняли вот эти ниши свободные наши производители? Ну, во-первых, у нас, наверное, нужно говорить не импортозамещение, а импортовымещение. Вот этот прибор, который сделан фактически в кооперации с поставщиками со всего мира, он создает нишу для своей продажи из-за изменения федерального законодательства. Если у нас будут примеры такие, грубо говоря, вместо того, чтобы поставлять сюда эквадорские или голландские розы, тюльпаны, мы добьемся того, чтобы логистика с крымского полуострова позволяла нам привозить крымские тюльпаны, шикарные тюльпаны с бутоном, с кулачок ребенка. Ну, или где-нибудь у нас в Алексеевском выращивать, например. Возможно, да. На территории республики у нас уже есть люди, которые занимаются этим бизнесом и которые полностью перешли на российские, более того, башкирские цветы. И они успешно торгуют. У нас был большой праздник 8 марта, когда они сделали выручку очень приличную по сравнению с теми, кто торгует именно импортными цветами. А вот если в целом по рынку смотреть, вот свободные 100% сколько заместили? Вот по вашей, так скажем, субъективной оценке? По некоторым отдельным направлениям это 20-30%. Это, наверное, лучший показатель, который есть 20-30%. Тут из-за санкций часть направления была полностью практически заменена, но это отдельный случай, а это не показатель всего рынка. Поэтому 20-30% это, наверное, хороший средний показатель. И давайте вот передача подходит к концу, подведем черту. Кому выгоден крепкий рубль? Вот если прямо загибать пальцы. В первую очередь крепкий рубль выгоден тем предприятиям, которые ориентированы на импортозамещение на российский рынок. Их продукция становится более доступна для российского. Высокотехнологичная промышленность. Еще кто? Я думаю, что легкая промышленность от этого может выиграть. И сельхозпроизводители. И кратко ваш прогноз. На 2017 год доллар по отношению к рублю, сколько будем рублей отдавать за доллар? В течение этого года, я думаю, что курс рубля будет варьироваться плюс-минус 2-3 рубля. Вот в этом ценовом коридоре, потому что Центробанк у нас сейчас очень специфично. Вот последние два года управляет, как Наталья сказала, влияет на валютный курс. Я думаю, что плюс 2-3 рубля до конца года это сохранится. Вы ждете какого курса? Не ваши пожелания, а реальный прогноз ваш? И как будете корректировать деятельность вашей компании? Ну, как бы очень сложно пророчить насчет стоимости доллара и стоимости рубля по отношению к рублю. Поэтому нам хотелось бы, нам хотелось бы просто было бы стабильно и не больше 60 рублей. Чтобы это был бы идеальный вариант 58-54, вот как мы заявляем. Для того, чтобы, понимаете, мы переходим... Вот я вам показываю один аппарат, да? Понимаете, сейчас мир движется совсем по-другому. Через 5-6 лет роботизация достигнет такого уровня, что многие ниши займут роботы. Они уже занимают, уже Сбербанк объявляет о многих-многих сокращениях, да? И роботизация, это значит, что мы должны привозить сюда какие-то технологии, их переделывать под российские, да? То есть мы их не можем создавать здесь, эти технологии, эти роботы, да? Эти роботы, это не чупальцы, которые бегают. Чупальцы это тоже, но они будут занимать ниши. То есть в первую очередь это программное освещение, в самую первую очередь. И поэтому для нас очень выгодно, и для России, я думаю, выгодно сейчас, на сегодняшний день, это чтобы курс был достаточно низкий, чтобы мы могли не отстать от мировой промышленности, от этой революции. Мы на этой позитивной ноте завершаем передачу. Нашим зрителям напомню, что программа «Взгляд» выходит не только на телеканале РБКО-ФА, кстати, она выходит по четвергам в 19.35. Также слушайте нас на волне радиостанции наших партнеров «Бизнес-ФМУФА-107.5». Сегодня мы обсуждали ожидания от крепкого рубля. Моими собеседниками были эксперт в области промышленности и торговли Искандер Махмудов и директор по инновациям НИИ Салитон Роберт Бахтиев. Большое спасибо вам за беседу. Удачи. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!